Я рад приветствовать вас на канале Интересные Истории на любой вкус. Желаю вам приятного просмотра. Уже стало тепло. Шел месяц май. Егерь решил поехать в свой лесной домик и пожить там недельку. Починить кое-что нужно. Да и в последнее время браконьеры частенько заезжают в этот район. Не один раз он находил расставленные капканы. Да и выстрелы были слышны, но никак не мог выследить их. И ночевал в тех местах, где стояли капканы. Но как будто они видели его и не приходили на то место. Может сейчас повезет и он выйдет на след браконьеров. Запряг своего коня-орлика в телегу и отправился в путь. Когда он ехал к домику, то были слышны выстрелы. Вот снова появились злодеи, промотал про себя егерь. Когда он добрался до домика, то снова послышались выстрелы, но уже ближе. Стало темнеть, и егерь решил, что браконьеры изночуют в лесу. А рано утром, пока они будут спать, он их застанет врасплох. Егерь распрек орлика и завел в сарай. Сам поужинал и лег спать. Проснулся он очень рано, еще только начало светать. Запряг орлика и двинулся в ту сторону, откуда слышались выстрелы. Он ехал по лесной дороге. Уже часа полтора. Подул ветер, и он почувствовал дым от костра. Егерь свернул в лес и поехал в том направлении. Проехав около километра, он уже четко чувствовал запах дыма. Он остановил орлика и привязал его к дереву. Сам взял ружье и пошел дальше пешком. Егерь вышел на поляну, где уже только дымились угли от костра. А вокруг него лежали трое мужчин и крепко спали. Тут же лежали их ружья. Егерь осторожно собрал все ружья. И тут он увидел висевшую на дереве шкуру рыси. У егеря вскипело все внутри. Он крикнул, вставайте, злодеи. Мужчины вскочили и уставились на егеря. Что же вы творите? В это время у рыси малые детеныши. Кто их кормить будет? Или вы такие голодные, что рысь собирались есть? Грозно сказал егерь, наставив на них ружье. Мужчины грубо начали отвечать егерю. Собирайтесь и шагайте туда, куда скажу. Продолжил егерь. Двое мужчин бросились бежать. А третий замешкался. И егерь навалился на него. И связал ему руки. Забрал шкуру бедного животного. И повел браконьера к тереге. Егерь посадил его в терегу и связал ему ноги, чтобы не смог убежать. И поехал к своему домику. Позвонил участковому и сказал, чтобы забирали арестованного. Приехал участковый и забрал браконьера с ружьями. Егерь распряг орлика и завел его в сарай. Вдруг егерь услышал какие-то звуки за сараем. Он заглянул за сарай и увидел маленького рысенка. Он прижался к сараю и жалобно пищал. Егерь снял куртку и набросил ее на рысенка. Пока рысенок пытался выбраться из-под куртки, егерь завернул его в нее и понес в дом. Дома он выпустил рысенка, который залез под кровать и испуганно выглядывал оттуда. Видно, он не дождался свою маму. Проголодался и покинул свое логово в поисках пищи, подумал егерь. Ну ничего, сейчас тебя кормлю. Он наложил кашу в тарелку и поставил возле кровати. Сам отошел и сел на стул. Рысенок нюхал воздух и голод поборол страх. Он вылез из-под кровати и стал неумело есть кашу. — Побудем с тобой здесь несколько дней, пока ты ко мне привыкнешь. Потом поедем в деревню, — сказал егерь. Прошло несколько дней. Рысенок уже не прятался под кроватью, а ходил по дому и обнюхивал все вокруг. Вечером егерь лег спать, как вдруг он почувствовал, что кто-то запрыгнул к нему на кровать. Он рукой нащупал рысенка, погладил его. Рысенок прижался к егерю, скрутился в клубок и стал зацепать. — Ну и хорошо, — сказал егерь. И уснул. Проснулся он от того, что рысенок царапал ему руки и пищал. Егерь почувствовал едкий запах дыма. Он скачал и глянул на окно. За окном он увидел языки пламени. Дом горел снаружи. Егерь схватил ружье, одежду, рысенка и поспешил к двери. Она была подперта чем-то снаружи, и егерь не смог открыть ее. Тогда он поспешил к окну, за которым не было видно огня. Он ногой выбил окно и вылез на улицу. Егерь отнес от дома рысенка с вещами, а сам поспешил в сарай. Он вывел из него орлика и отвел его на безопасное расстояние, привязав его к дереву. Весь дом уже был в огне. Егерь поспешил туда, где оставил рысенка с вещами. От пламени было хорошо видно все вокруг. Рысенок спрятался в вещах егеря и испуганно наблюдал за происходящим. Егерь взял его на руки и сказал, «Вот спасибо тебе. Задохнулись бы мы с тобой и сгорели». Подобрал ружье и вещи, и они пошли к орлику. Через полчаса догорали уже остатки рухнувшего дома. Стало светать. Егерь запряг орлика в телегу и поехал в деревню. Рысенок спокойно спал у егеря за пазухой. В деревне по соседству жил участковый, и егерь рассказал о случившемся. Через несколько дней была арестована банда браконьеров, которая хотела сжечь егеря в доме, и их судили совсем по другой статье. И они долго не увидят свободы. А егерь начал воспитывать своего спасителя, рысенка. Вот такая история. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, и вы не пропустите очередные рассказы.